Всем привет! Вы на канале GoToSpain. Меня зовут Оксана. И сегодня поговорим о том, кем же наши соотечественники работают в Испании и какие профессии востребованы. Но, во-первых, хочу начать с того, что все зависит от того, по какому типу визы вы переезжаете. Дает ли этот тип визы вам право на работу или он его вам не дает. Если тип визы данный вам не дает право на работу, то найти ее будет гораздо сложнее. Но нет ничего невозможного. Наши соотечественники работают нелегально. Они работают нелегально или в каких-то компаниях испанских, что бывает очень редко. Чаще всего это сбор фруктов или уборки. Или же они работают на себя, предоставляя определенные услуги. Если у вас есть какой-то навык, который вы хорошо делаете в своей стране, это может быть маникюр, педикюр, прически, фото, видео, да, что угодно. Вот просто любая профессия, в которой вы работали сами на себя в своей стране. Или в салоне каком-то. Вы можете начать также работать на себя. Для этого вам понадобится снятая комната или лучшая квартира, где вы будете проводить данные процедуры. Скажу сразу, что это все здесь пользуется спросом. Любые услуги пользуются спросом. Потому что, во-первых, цены на эти услуги у русских и украинцев гораздо дешевле, чем у испанцев. Приведем пример. Сделать маникюр в салоне у испанцев стоит 30 евро. Сделать маникюр просто на дому у одной из девочек наших, соотечественниц, стоит 15 евро. То есть разницу сами видите. Также и прически, и все остальное. У людей, которые работают нелегально в стране, цены гораздо ниже. Если же у вас есть право на работу, вы можете составить резюме и выложить на определенных сайтах для поиска работы в Испании и ждать, когда вам позвонит или напишет работодателю и пригласит вас на собеседование. На самом деле они действительно звонят, они действительно предлагают варианты работ. Я сама с этим сталкивалась. И мне писали, мне звонили и мне предлагали. Поэтому 100% это работает. К тому же все зависит от ваших навыков, что вы умеете делать, на каком уровне у вас знание языка. Лучше, конечно, когда вы знаете английский, русский и испанский. Для того, чтобы нормально, полноценно работать на любой работе в Испании, нужно знать испанский язык на уровне B2. Но есть профессии, которые этого не требуют. Например, вы можете знать язык на уровне A2 и устроиться официальной уборщицей в офис. Или, например, вы можете знать язык на уровне A2, если ваша профессия связана с иностранцами или с туристами. То есть вам в этот уровень языка нужен лишь для того, чтобы общаться с директором и понимать указания, которые вам нужно сделать. В остальном, ваша работа может заключаться в общении с англоязычными или русскоязычными клиентами. Кстати, мне такое предлагали. То есть где язык по факту мне особо был не нужен, только понимать на уровне того, что тебе скажет сделать директор. Поэтому это правда вполне вероятно. Найти работу в Испании с минимальным знанием испанского языка. Также хочу немного сказать о том, где искать работу в Испании. Если вы работаете нелегально, чаще всего это могут быть ваши страницы в соцсети. Настраивайте, ищите подписчиков. Тот же Инстаграм очень хорошо работает. И таким образом вы получаете работу. Или же лучше всего работает сарафанное радио. Я вам скажу так. 50% успеха найти работу в Испании – это иметь знакомых в Испании. Когда я приезжала в Испанию, у меня знакомых не было. Я не знала ни одного человека. Соответственно, у меня все это гораздо сложнее. Для того, чтобы заработала сарафанное радио, конечно же, логично, у вас должны появиться знакомые, которым вы предоставите определенные услуги. Они расскажут еще одним знакомым, а те еще кому-то расскажут. И так все пойдет по кругу. То есть украинская и русская община будет вам обращаться просто по рекомендации. Чтобы заработать данную рекомендацию, нужно, чтобы прошло время. И опять-таки, нужно, чтобы вы были хорошим специалистом. Потому что в каждой стране требуются специалисты хорошие. Испанцы, честно говоря, немного ленивые. И не выкладываются на 100% в предоставлении своих услуг. Поэтому наши люди вполне конкурентоспособны. Также одними из очень востребованных профессий являются профессии для мужчин. Это сантехника, электрика, ремонты. Все, что с этим связано. Ремонты кондиционеров и так далее. То есть я очень часто сталкивалась в этой сфере с людьми, которые находятся в стране, работают. Кто-то с документами, кто-то без документов. И если ты хороший специалист в данном деле, ты всегда будешь востребованы. Потому что в Испании на это цены еще 10 раз выше, чем когда вы обращаетесь с человеком, у которого нет документов. Искать работу вы можете не только в социальных сетях, таких как Инстаграм. Есть очень много групп в Фейсбуке. Русский, Виспания, Жизнь, Валентия и еще много-много-много-много разных групп. Вам нужно всего лишь погуглить, где вы можете разместить свое объявление и рассказать о предоставлении своих услуг. Также, если вы приезжаете по типу визы, которая дает вам право на работу или дает частично право на работу, вы можете открыть автономы. Это в России называется ИП, в Украине ЧП. И предоставлять свои услуги совершенно легально, абсолютно ничего не боясь. И жить в этой стране таким образом, так же, как и везде, нарабатывать себе клиентов. Сначала это будут какие-то непостоянные заработки, может быть, небольшие. Но со временем круг знакомств расширяется. И если вы, правда, хороший специалист, все будет только нарастающе увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Так у всех. Главное не бояться трудностей, потому что все на первоначальном этапе испытывают трудности переезда, трудности адаптации. Я вам расскажу об этом в другом видео. Эти трудности кажутся иногда непосильными, но все налаживается, постепенно все налаживается. Поэтому я желаю вам удачи в поиске работы в Испании. Подписывайтесь на канал. За полезность видео поставьте лайк. Пишите в комментариях, кем вы работаете в вашей стране и кем вы планируете работать, переехав в Испанию. Всем спасибо за внимание. До встречи в новых видео.